Девушки отдыхают 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 На место прибывают высокопоставленные силовики. Называют имя убитого. Это бывший депутат Госдумы, а ныне гражданин Украины Денис Вороненков. Это дело взрывает информационное пространство и Украины, и России. Генпрокурор Юрий Луценко собирает экстренную пресс-конференцию и заявляет, Денис Вороненков был ключевым свидетелем в деле о госизмене Януковича. Но почему же не уберегли столь ценного свидетеля? И кто охранял Вороненкова? Украинские силовые ведомства сразу на перебой заявляют. Не они. Позже становится известно. Убитого экс-депутата охранял человек из главного разведывательного управления Минобороны. Что довольно необычно. Немедленно расследовать это убийство призывает президент. С правой чести всех правоохранных органов Украины и служба має представить свои плечи и допомогти. Есть и раскрытие убийства вчерашнего, коли біля премьер-палацу був убит колишній депутат Держдуми России, головний свідок по справі Януковича. И раскрытие убийство журналиста Павла Шеремета. Человек, который мог бы фактически раскрыть убийство Вороненкова, раненый киллер умирает на операционном столе. А позже становится известно. Стрелок, 28-летний Павел Паршов. Он родился в Севастополе, жил в Днепре. В его активе несколько уголовных дел, в основном связанных с финансовыми махинациями. С 2011-го Паршов в розыске. При этом в 2015-м сумел вступить в батальон нацгвардии Донбасс. Но непосредственно на фронте не был. Он пришел в 2015-м году, после того батальон перестал воевать, был в учебной роте. Потом ходил он ил, чтобы его уволили. И убежал. Его уволили по невыполнению контрактов. Оказывается, новобранцев в нацгвардию никто не проверял. Теперь будут. Это уже обещает советник министра внутренних дел в Фейсбуке. Там же Антон Герасченко заводит свою любимую песню о лагерях диверсантов. Мол, Паршов российский шпион, который прошел спецподготовку в особом центре, основанном еще при Сталине. Причем откуда вся эта информация сразу появилась у Герасченко, непонятно. Опросить Паршова он явно не мог. Ведь тот находился в коме. Был ли действительно Паршов агентом-ликвидатором от ФСБ? Криминалист Анна Малер, анализируя видео с места преступления, уверяет, киллер действовал скорее как мститель, чем как профессионал. Например, перед выстрелом он догоняет и что-то говорит жертве. Зачем? Вин, наверное, виблеснив ему свой эмоциональный порыв, с которым он ишел на это убийство. Для него было важно, чтобы жертва знала его ставление. По словам Анны Малер, профессионал не выбрал бы и такое место. Там нет безопасных путей отхода, плюс везде камеры. С чего я делаю выяснение, что эту людину, вероятно, использовали, но использовали в темном. То есть киллер, очевидно, думал, что он выполняет свою программу. Но он работал на каких-то других режиссерах. Кто же мог организовать такое преступление? Илья Пономарев, приятель и бывший коллега погибшего. Именно с ним в тот день должен был встретиться Вороненков. Он не верит, что Вороненкова убили из-за дела Януковича. По его словам, тот вряд ли обладал сведениями такой важности. Скорее всего, дело в его давнем конфликте с силовиками из ФСБ. У Дениса был очень серьезный враг в России, генерал ФСБ Олег Феоктистов. В свое время Денис разоблачил очень масштабную финансовую спекуляцию в России, связанную с контрабандой. Добился увольнения практически всего экономического блока ФСБ, в том числе близких друзей вот этого самого Олега Феоктистова. И добавляет интересную деталь. Похоже, что в премьер ПЭЛОС Дениса Вороненкова заманил кто-то из знакомых. Я думаю, что человек, которому назначал встречу, во-первых, что он был для него важный. Во-вторых, что этот человек его и вывел на убийцу. Впрочем, на все эти вопросы криминалистов, журналистов и даже друзей убитого представители власти ответов не дают. И даже Антону Герасченко, который явно не экономит заявления по резонансным делам, сказать в ответ на все это просто нечего. Руслан Смещук, Олег Решетняк, Александр Васильченко, Ярослав Кречко и Владимир Дедов. Подробности недели. Телеканал Интер. Обсудим все, что известно на этот момент, с Сергеем Власенко. Не только народным депутатом, но и очень опытным юристом. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. И с Ильей Пономаревым. Еще одним бывшим депутатом Госдумы, который осел в Киеве и как раз способствовал переезду сюда Дениса Вороненкова. Илья, я вас приветствую. Вы на связи. Здравствуйте. Сергей, начнем с вас. Скажите, как так могло получиться, что Антон Геращенко снова становится основным спикером по делу о громком резонансном убийстве? Хочу напомнить, что это дело ведет даже не МВД, а прокуратура. Откуда у него информация? Ну, это, на жаль, та ситуация, когда, знаете, профессиональную работу подменяют пиарную. И вы знаете, что пан Геращенко у нас даёт комментарии по всех криминальных справах резонансных, которые бы кто не видел. Абсолютно зрозумело, что он имеет контакт в правоохоронных органах, но это целиком ненормально, когда заместь профессиональной работы политики дают комментарии с посыланием на материалы криминальных целях, с метою политических маніпуляций. Но то, что он имеет доступ к информации, это очевидно, потому что первым заступником генерального прокурора есть его однопартиец Дмитро Старожук, министром внутренних справ, внутренних справ есть его однопартиец Арсен Аваков. А вот так абсолютно очевидно, я понимаю, что и представители Народного фронта разом с БПП поделили и службу безопасности Украины, а вот так абсолютно очевидно, что Антон Геращенко имеет доступ к информации. Ну, я только отмечу, что при очередном резонансном у нас происшествии в стране Арсен Аваков держит паузу, молчит, а отдувается за него Антон Геращенко. Приходится это делать ему. Потому что насправді, насправді, милиция не мает никакого отношения до, я имею в виду, до расследования этого вбивства. Насколько я понимаю, следствие ведет прокуратура, и вот так Служба безопасности Украины должна быть задеяна, поскольку основной версией есть версия замовного политического вбивства с боку країни-агрессором. Приходится самоедством и говорить о профессионализме и непрофессионализме ваших правоохранительных органов. Мне кажется, что надо порадоваться, что так быстро появилась информация о личности убийцы, и отдать должное героизму охранника, который смог убить киллера, и тем самым и сделал доступным эту информацию. Все-таки, когда есть точно установленная фамилия, дальше его пробить через всю агентурную сеть, это не такая... Илья, просто понимаете, нам и вам с нами еще жить в этом городе, а в этом городе с интервалом раз в несколько месяцев, к сожалению, происходят вот такие страшные, ритуальные, я бы даже сказал, убийства. Извините, это была просто ремарка. Продолжайте, пожалуйста. Я с вами абсолютно согласен, просто находясь сейчас в постоянном контакте с правоохранителями, я хочу сказать, что действительно вот это дело, в отличие от дела Шеремета и так далее, расследуется быстро, и я думаю, что очень скоро мы будем знать абсолютно точно всю цепочку, по которой принимались эти решения, но, к сожалению, вплоть до границы Российской Федерации, потому что там уже, соответственно, начинается другая юрисдикция. А то, что касается господина Луценко, то действительно там сам Денис про это говорил, информация о том, что он дает показания по делу Януковича, она появилась достаточно рано. Предполагалось, что эта информация появится тогда уже, когда это будет судебный процесс. Но я, поскольку сам давал показания по делу Януковича и тоже Юрий Витальевич рассказал про это достаточно сразу, я могу сказать, что большой разницы нет. Для Дениса это играло только одно значение, что у него в России еще оставались незакрытые дела. И вот такая огласка, которая произошла чуть-чуть раньше, она привела к каким-то бытовым неудобствам. Хорошо, спасибо, Илья. Давайте теперь немного о самом Вороненкове. Вот если с подачи Антона Герасченко в Украине сосредоточились только на одной версии убийства Вороненкова, так что даже, например, в заявлении американского посольства в Киеве специально подчеркнули, что расследование должно быть полным и беспристрастным, на родине Вороненкова в России сразу несколько версий. Причем не только предсказуемые, что за убийством стоят какие-то украинские националисты, но и очень неожиданные. Не все в нашей стране знают, что Вороненков, конечно, не был одним из политических топов в России. Но все-таки, как минимум, с начала двухтысячных его имя связывают с рядом громких скандалов. О конфликтах в спецслужбах, в которых был замешан Вороненков, посмотрите далее. Я уехал, я уехал, без любви в Петеру, а приехал в Ленинград. Тогда, в 2013-м, двое участников этого парламентского корпоратива и не догадывались, какой поворот судьбы ему готован. Экспикер Думы Нарышкин, который спел дуэтом с оперной дивой, остался в Москве. А вот главные герои, Мария Максакова и Денис Вороненков, выбрали иное направление. Петербургу предпочли Киев. Коммунисты Единоросс познакомились в Госдуме. Во время депутатской каденции успели сыграть свадьбу. А после, уже в эмиграции, оба доказывали. Их семейная пара всегда состояла в незримой оппозиции. Как аргумент, появившаяся однажды резкая критика законодательных инициатив российской власти. Я считаю, что законодательство должно рассматривать проблему шире. Для того, чтобы реально защитить детей от вредоносного влияния, необходимо предоставить судам возможность решать, исходя из всей совокупности обстоятельств каждого конкретного дела. А не привязываясь к определенной сексуальной ориентации. Но при этом шестая по счету Госдума, в которой Максакова и Вороненков состояли, успела запретить усыновление российских детей иностранцами. А также проголосовала за присоединение Крыма. Но Максакова и Вороненков уже в Киеве заверяли, аннексию не поддерживали и за нее не голосовали. Мол, решение принимали без их ведома. Кто-то просто воспользовался их депутатскими карточками. В Москве о Денисе Вороненкове отзывается сухо. Депутат как депутат, верный солдат кремлевской системы. В прошлом функционер прокуратуры и госнаркоконтроля. Он там работал как один из следователей госнаркоконтроля, насколько я понимаю. Но при этом, опять же, насколько я понимаю, в основном он занимался тем, что на криминальном или на бизнес-языке называется словом решало. То есть он помогал разным людям, испытывающим проблемы с правоохранительными органами или с конкурентами, как-то эти проблемы улаживать. Насколько успешно Вороненков решал вопросы широкой публике, неизвестно. Как полагают российские либеральные СМИ, за ним тянулся шлейф неудач. Якобы экс-депутат-коммунист успел нажить себе врагов. Один из них бывший сотрудник ФСБ, генерал Олег Феоктистов. Конфликт с силовиком начался еще 10 лет назад с громкого дела трех китов о контрабанде мебели. В его расследовании участвовал и Вороненков. Якобы именно тогда он и нажил себе влиятельных врагов в спецслужбе. Сразу после смерти беглого депутата Госдумы в прессу просочилась информация о его имуществе. Вот, например, дом на центральной улице Москвы, Тверской, еще дореволюционный. Квартира в нем вроде бы оформлена на сына Вороненкова. Другой адрес, элитный комплекс небоскребов неподалеку от здания российского Белого дома. Считается, что на последнем этаже этой высотки Вороненков прикупил апартаменты. И после бегства в Украину все это добро он безуспешно собирался продать. Но риэлтору ясно дали понять, выводить деньги из федерации нельзя. На имущество якобы претендует должник Феоктистов. Силовики постоянно воюют друг с другом. Поскольку силовикам принадлежит вся власть и большая часть бизнеса в современной России, неудивительно, что у них постоянно происходят конфликты интересов. И огромное количество силовиков сидит, посаженные другими силовиками. Какая-то часть из них в могиле, убитая по заказу других силовиков. Деятельностью Дениса Вороненкова не раз интересовались популярные блогеры. Вот публикация Алексея Навального за 2015-й. Там утверждается, что экс-депутат заработал миллионы. Собирался ли все это добро погибших капитализировать в Украине, на родине? Еще в 2014-м в отношении Вороненкова возбудили уголовное дело. Его обвинили в рейдерском захвате здания в центре Москвы. Затем он лишился и депутатского мандата. А сразу после сообщения о смерти российские федеральные СМИ распространили заявление. Мол, незадолго до гибели Вороненков хотел сдаться и вернуться в Москву. Предложил, что готов кого-то ждать за то, чтобы его не сажали, наверное, или как-то применили какую-то там снисходительную статью к нему. Независимые российские политологи тем временем утверждают, изберись Вороненков в Госдуму седьмого созыва. До Киева он вряд ли бы доехал. Предположение о том, что Вороненков поехал в Украину вполне по согласованию с правоохранительными органами, которые таким образом просто использовали его в темную. Заранее считаю, что вот должен быть человек, который поедет, начнет говорить сейчас на всех показаниях, и дальше его должны будут убить, чтобы остальным было неповадно. Мы продолжим разговор с Сергеем Власенко, Ильей Пономаревым. Илья, вы в одном из своих интервью говорили также, что те показания, которые Вороненков мог дать по делу Януковича, были не самыми ценными для Украины и для украинских правоохранителей. Как так получилось тогда, что украинские правоохранители не поспешили, или не подумали о том, что у него нужно взять полный объем информации при первой же встрече? Ну, на самом деле, все достаточно плохо понимали, каким объемом информации он располагает. И количество контактов Дениса Николаевича в правоохранительных структурах Украины, их было не так уж и много. Вот был установлен хороший контакт с военной прокуратурой, она расследовала конкретное дело, и они молодцы, соответственно, получили все возможное от Дениса, всю информацию, которой он обладал. А встреча с генеральным прокурором только планировалась, она не состоялась, и, соответственно, эта линия отработана не была. Хорошо, Илья, скажите, ну вот согласитесь, Вороненков вряд ли, конечно же, держал всю эту информацию, о которой вы говорите, просто так в уме. Наверняка после него должны были остаться какие-то документы, его записи, возможно, деловые. Где они сейчас, как вы думаете? Есть ли к ним доступ у украинских правоохранителей? Ну вот вы как считаете? Вы сейчас повторили только что весь набор штампов ФСБшной пропаганды российской, добросовестно пересказали всю российскую прессу на эту тему. И вы у меня спрашиваете, а где, собственно, те самые чемоданы-компроматы, из-за которого Вороненкова убили, и предполагаете, что я вот их сейчас в прямом эфире, соответственно, всем расскажу. Нет, я расскажу про все это все только компетентным органам, и позабочусь о том, чтобы эта гибель не была напрасной. И тот человек, который был Вороненков, а он был крайне достойным человеком, никаким не решалой, человеком, который добился увольнения половины высшего генералитета ФСБ, воровавшего в России и обиравшего российских граждан, чтобы эта гибель была не напрасной. Ну, нам просто важна эта информация для наших украинских судов. Нам еще беглого президента судить, Илья, понимаете? Спасибо вам за ваши ответы. Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы Российской Федерации, был с нами на прямой связи. С вами мы, Сергей, продолжим. Скажите, что теперь будет с делом Януковича? Как вы считаете? Вот если Вороненков, по словам украинских политиков, был ключевой фигурой в этом деле, то теперь что у нас будет? Ну, по-перше, вы знаете, я бы хотел отркнувся от того важного вопроса, про которое я сказал Илья. Он отркнулся от вопроса профессионализма украинских правоохранных органов. Так вот, на жаль, никакого профессионализма пока что мы не увидели. А не в момент, на том видео, которое у нас фигурует из места убийства. А, на жаль, а не в тех заявах, которые сегодня у нас лунают. У нас профессионализма нет, потому что, на жаль, последним временем правоохранные органы Украины, вместо того, чтобы заниматься профессиональной работой по протистоянию злочинности, по протистоянию российскому влиянию тут, в Украине, они занимаются, где больше, политическими репрессиями и маніпуляциями. Припустим, у нас в Батьковщине уже десятки криминальных справ против очильников абсолютно надуманных криминальных справ, которыми занимается у нас прокуратура, Служба безопасности Украины. Они бы лучше забезпечили охрану, пану Вороненкову, в нормальный способ. И давайте вернемся к делу Януковича. Времени просто очень мало. Насправді, вы знаете, если его не допытали в суде, то все, что он сказал на досудовом следствии, не имеет никакого значения. Украинский криминально-процессуальный кодекс забороняет використовывать допыты на досудовом следствии. Хорошо, а теперь давайте, вот вы как опытный адвокат, что он мог сказать в суде? Вы же понимаете, что в России он не участвовал в принятии каких-либо решений. Информация, которая у него была, скорее всего, была основана на рассказах, да? Возможно, кого-то в суде эти показания. Ну, повертаемся до непрофессионализма. У нас дуже часто свідками выставляют людей, які что-то здесь чули, які что-то про что-то здесь читали, але самі свідками не были. Свідок – это особа, яка была безпосередньо присутня при тех или иных событиях. Действительно, напевно, пан Вороненков мав какой-то доступ до какой-то информации, это очевидно. Но он точно не был присутнен при передаче знаменитого листа от Януковича до Путяна. Так он был присутнен при голосовании. Но эта информация и есть публичная. То есть ключевым бы вы его не назвали? Ну, я не знаю материалей в криминальной справе, на отличие от вашего попереднего участника. Но, так как, с точки зрения логики и здорового голоса, он точно не мог быть ключевым свідком. Он мог говорить про то, в чем их переконывали под час голосования щодо ведения войск. Он мог говорить, чем он кировался, когда он за это голосовал, або не голосовал. А вот так, ну, сказать, что это ключевый свідок, это неправильно. Понятно. Спасибо вам за эти ответы. Народный депутат Украины Сергей Власенко был нашим гостем. Мы же с вами продолжим. Вот такие провалы украинских силовиков, как с дерзким убийством Вороненкова, по сути, таким же, как убийство Шеремета и Бузины, и неспособность полиции сделать безопасным даже центра столицы, обсуждаются где угодно в стране, но только не в Верховной Раде. Украинский парламент в этом году все чаще используется просто для пиара, как хорошая площадка для того, чтобы политики обменялись обвинениями или, скажем, выступили с какой-нибудь инициативой. Чем более громкой, тем более нереальной. Впрочем, на этой неделе у депутатов получилось одновременно и очень громко, и, как ни странно, вполне реалистично. Под какие идеи собирали голоса и почему вдруг в центре самой настоящей парламентской драмы оказалась нардеп от Народного фронта Татьяна Черновол. Все нам расскажет Анна Каменева. Эта пленарная неделя у депутатов неожиданно одна из самых горячих. Каждый скандал, как последний. Каждый голос на вес золота. Хотя до драки не дошло, но даже акцию протеста нардепу устроить успели. Такий способ, привертающий увагу до цієї акції, навіть заводячи постумованных людей в парламент, ми маємо послати прямий сигнал і суспільству, і владі, і іноземним громадам, чому навчати не будемо. Чебурашкой хотели ударить по одному із кандидатов на роль аудитора НАБУ. Часть зала за американца Сторча, другая за британца Брауна. Необходимые 226. Не набрали оба. Хотя собирали за них голоса так, что понятно, ставки очень высокие. Был, очевидно, правильний договорняк навколо кандидатуры Брауна. Тільки через негативные решения аудитора можна звільнити керівництво НАБУ. Відповідно тому, така боротьба шалена была і вона продовжується. В коалиції уверяют, це не провал договоренностей, а просто свободний выбор. І що би не розказували сторонники американца, за британського кандидата голосовать ніхто не принуждав. Депутат, це ж не як там хтось каже, якого там, я не знаю, примушують за когось голосувати, чи там якось ламають через коліна, як навіть, хто заявляє. У кожного є своя позиція. Власть должна була продемонстрировать, що якщо коалиція є, як і серія Буратино, то она должна була по яким-то вопросам показати чіткі голоса коалиції. Коалиція демонстрировала своє полне отсутствие, свою полну неспособність принять ні одно консолидированное решення. В итоге вопрос об аудиторі отложили, а накал борьбы остался. І отразился даже на вопросі о двійному гражданстві. Решення, по которому согласувати нардепи, так і не змогли. Хоча компроміс іщут уже вторую неделю. Позиція нашої фракції щодо державних чиновників, щодо народних депутатів, щодо суддів, щодо представників місцевого самоврядування є надзвичайно чітка. Конституція має бути дотримана. Єдине громадянство. Він може порушити не права людей, які обдулюють країну 25 років, а порушити права людей, які працюють над Україною 25 років тяжкою працею за кордоном. Дивна і позиція спікера парламенту. На сьогоднішній день є чотири фактично альтернативних законопроєкти. Їх розписали на три різних комітети. Це свого роду гра. Нардеп Андрій Артеменко, з которого і почався скандал вокруг двойного гражданства, заявляє, він до сих пор гражданин Канады, несмотря на то, що його паспорт аннулировали. І говорить, он такой в парламенті не один. По моїм підрахункам, 102 народних депутатів має закордонний паспорт інших держав. В парламенті я так підозрюю, що є дуже багато депутатів, в яких є громадянство не тільки України. І зрозуміло, що вони зацікавлені всіма правдами і неправдами, будь-якими маніпуляціями, відтягнути чи не допустити взагалі прийняття цього закону. І тому, я думаю, що в цьому полягає основна причина такого спротиву. Комітет в повному складі відмовився розглядати, порушуючи закон, законопроект президента України. Голова Верховної Ради погодився з позицією комітету. Але це все оказалося просто репетицією перед главной битвой за електронні декларації. Благуї цель – освободити солдат, сержантов і младших офицерів. От обязанності декларувати доходи і імущества депутати завалили своїми предложеннями. К президентському законопроекту на полстранички підготовили аж 32 страниці поправок, в тому числі і об'язаність для журналістів заполняти декларації. Нардеп Татьяна Черновол спочатку внісла цю норму, а вже після скандала вирішила її відзвати. Я прошу виключити з цього переліка наступну категорію – це ЗМІ. Логіка тут дуже проста. У нас є прекрасний законопроект, який ми повинні пропрацювати і прийняти – це про прозорість медіавласності. Там це розписано куди більш чітко. Я як людина не підтримую декларування представниками ЗМІ, але я і в тому послідований. Я не вношу таких дурних правок, щоб потім від них відмовлятися. І хоча журналістам повезло, заполняти декларації придеться активістам, якраз тим, хто борються з корупцією, а також їх контрагентам, всім, хто антикорупційним організаціям оказывав хоч якісь услуги і продавав хоч якісь товари. Рішення по активістам теж від Татьяни Чорновол. Вона входить до клану Сергія Пашинського, який в свою чергу серйозно потрапляє від журналістів-розслідувачів і від громадянських громадських організацій, які неодноразово блокували їхні спроби роздеребанити активи Януковича, як вони це робили за продуктами Курченка. Це лише така розправа, дуже дешевая. І якщо ми вже докатилося до того, що громадських активістів включаємо, які займаються боротьбою з корупцією, то в порядку абсурду можна, наприклад, наступний крок, чому буде включити для священника. Кому ще не повезло, депутати і самі відповідь не можуть. До сих пор неизвестно, які норми войдуть в итоговий документ, а які все-таки не підтримали. Але що вже ясно, среди везунчиків оказались бывші чиновники, які тепері можуть не отчитуватися об імуществі. Возможно, именно ради цього прийшовся даже кнопкодавити. Була поправка з голосу пана Андрієвського, що ті, хто зобов'язаний був подати декларацію через те, що вони звільнилися протягом цього року, а таких дуже багато, ну, наприклад, пан Яценюк був звільнений, а не тільки пан Яценюк, депутати, мери, губернатори, державні службовці, судді, всіх, хто завгодно, хто звільнявся протягом року, до набрання в чинності оцього нового закону будуть звільнені від відповідальності за неподачу декларації. Я зараз не завтра перебиву, я не розумію, що він має підписуватися. Наприклад, моя правка, це те, що прикордонники мають декларування, що лейтенант і капітан, це очевидно, вони стоять на кордоні разом з митниками, подивіться в Шегінях, в Раворусській місці облиці на їхній будиночці, там Санта-Барбара просто нервово куриць в стороні. А інша правка, наприклад, Дитяна Черновівів, скасовується. Це яка правка? З тих буде тепер вагоміша. Та проголосована, та проголосована. Несмотря на все споры і обвинення, депутати все ж смогли принять за неделю аж 25 законопроектов. Це більше, ніж за весь останній місяць. Бізнес получив корпоративні договори і відміну печатей. Інвесторам упростили процедуру получення господдержки. В отноші переселенців проголосували два законопроекта, бороться за які почали ще зимой. І в такому темпі можна було працювати і далі. Але следуюча неделя пройдет в округах. А сохранять рабочее настроение долга депутати, похоже, разучились. Анна Каменева, Евгений Камінський, Іван Ермаков, Владимир Самченко. Подробності недели. Телеканал «Интер». Ну а тепер обсудим результативність депутатської роботи с Юрием Бойко, лідер оппозиційного блока, гость подробності недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Доброго вечера. І скандалів вистачало на цей неделе, але все-таки результат роботи, согласитесь, був у депутата. Все-таки, получается, можуть наші народні избранники роботи, коли захотять? Ну, дійсно, в четверг, пожалуй, за дуже довгий период времени парламент вперві повернувся лицом к людям. І то, що були прийняты закони по допомогі переселенцям, це дуже важливо, поскольку 1 мільйон 700 тисяч людей, людей, які починають жити свою з нуля, потіляв все, вони нуждались в підтримі державства. І перші закони, які пройшли в цей день, це свідетельство того, що парламент дійсно побеспокоївся о цих людей. Харше, давайте об цих законопроектах поподробніше. Що конкретно змінюється для переселенців після принятия цих двох законів? Ну, в першу чергу, облегчена бюрократична процедура. І тепер переселенців, має вже один раз справку о том, що він переселенец, не треба, кожного разу приїжджати в другий город, какой-то, даже временно, як временно осужденному становиться на учет в районі милиці, так ходити в отдел соціального обеспечення і ставити п'ять печати. І второе, що в містах компактного проживання переселенців, в містах, з них раніше брали плату за електронерію як з промисленних предприємств. Зараз вернули, справедливість вернулася в тому, що з них в полтора раза менше стали брати плату за електрику. Це дуже важливо для людей. Але на черзі ще 14 законів, які охватують целий пласт проблем і решають пласт проблем, з якими столкнулися ці люди. В першу черзі, конечно, закон 47.94, який підтримує людей, пострадавших. 17 тисяч гражданських людей, гражданских лиц, получили ранення, дуже багато залися інвалідами. І цей закон дає можливість обеспечити їм виплату, щоб вони получили підтримку з іншої держави. Закон, який касається бесплатного питання дітей, переселенців в школах. Закон, який дає можливість їм участвувати в выборах, оскільки сьогодні вони не можуть навіть в выборах участвувати. Ось ці закону, які остро і жизненні потрібні, вони ще навіть. Получається, що ці два законопроекта, які приняті, це тільки начало большого пути? А коли можна ждати, хоча б розсмотрення? Ваще наш ультиматум був, що якщо ми не будемо розсматрувати закону переселенців, ми вообще ні за що не будемо голосувати. Це ми во вторник з ним выступили, ми видержали це. Слава Богу, парламент почав голосувати за ці закони, їх поставили перми в четверг. І далі я считаю, що ці закони, такі закони, повинні становитися в першу чергу наступній пленарній неділи. Юрий Анатольевич, а фінансування на всі ці ці норми предусмотрено? Так не так багато грошей. Гораздо більше грошей тратиться на силовий блок, але це якраз второй вопрос, який для нас є принципиальним. Ми считаємо, що пора переходити к пересмотру бюджету, поскольку є реальне увеличення доходів бюджету за счет інфляції. Це деньги, які получені, грубо кажучи, з воздуху, їх треба вернути людям, поскольку за счет інфляції сразу растуть ці ці, сразу начинаться проблеми у людей, поскольку вони не вістані угнаться со своїми пенсіями і зарплатами за ростом цен. Поэтому следующий вопрос для нас принципиальний, і що потрібно для людей, це пересмотру бюджету в части поднятия пенсії, в части вообще увеличення соціальних виплат. Хорошо, смотрите, следующая неделя буде неплінарна, а виходна, а затем парламент ждет две плінарні недели перед месячним перерывом заседання. Чего ждать от этих двух недель? Я предложил би, і позиція нашій фракції буде, в першу, пересмотру бюджету по вопросам соціальной поддержки, о которых я сказав. Второе, це продолжить законодательний коридор для того, щоб помочь переселенцам і принять 14 законів, які ждуть. І взагалі сконцентрируються на економічних проблемах, які сьогодні гораздо більше волнують людей, ніж якісь якісь політичні, ідеологічні, языкові, квоти якісь. Це те, що все время пітається руководство парламенту увести від решення, вместо того, щоб решати наслочні проблеми людей. Я б, і наша фракція буде наставити на такому сценарі. Ну чтож, посмотрим, що із цього удастся реалізувати. Спасибо вам за ответы. Юрий Бойко, лідер оппозиційного блока, був гостем подробностей недели. Ну а ми продовжаємо. І продовжаємо ми как раз об економічних проблемах України. Говорить, вот будуть ли вони обсуждаться в парламенті в ближайшем місяці, зависят во многом от Международного валютного фонда. Хоча українські чиновники і уверяють, що там вже все решено, і четвертий транш вот-вот поступить. Цього мільярда доларів Україні не хватит даже для возврата долгов. Все тому же фонду в текущем году. А в ближайшие два года, по оценці замглави Нацбанка Олега Чурия, Україні придется выплатити по внешнему долгу еще більше 12 мільярдів доларів. І вопрос о том, где брати еще і эти деньги, станет главным в українській политике. Тем более, если следующий транший МВФ буде задерживать так же, как і этот четвертый. І якщо посмотреть с такої точки зрения на фінансові перспективи країни, вполне можна понять, почему фонди взяли очередну паузу по четвертому траншу для оценки тех рисков, які несет блокада на Донбассі. Сумми возможних убытков вже не перший місяць звучат самые разные. Одні политики говорят, що Україна може потерять чуть ли не треті экономики. Другі успокаивают, що все далеко не так страшно, мол, потеряємо всього-то нескільки десятков мільярдів гривень. На этой неделе появились первые офіціальні оценки потери от блокады. Інформація від Минфіна і Нацбанка в нашій короткій справці. Заблокуванній блокадою об'єчанний транш МВФ знову ускальзає. Він прежде, чим получить долгожданні деньги, українське правительство должно посчитати убытки. І відбувається почти 2 миллиарда долларов. Почти на миллиард зеленых может сократиться и импорт. К тому же государство ничего не получит из предприятий, которые забрали боевики World Law. В фискальной службе уже делают прогнозы об убытках в 10 миллиардов гривен. Кроме того, блокада повлияет и на курс доллара. И хотя в НБУ уже, говорят, колебания будут незначительными, но прогнозы экспертов менее оптимистичны. До конца года доллар в обменниках перевалит за 30 гривен. Дальше эффект домино. Нестабильная гривня повлияет на расходную часть бюджета. А еще повысят цены практически на все линейки товаров. Все эти цифры пока ориентировочные, но уже понятно, что правительству придется искать альтернативные источники дохода, чтобы закрыть финансовую брешь от блокады. Но есть уже не только прогнозы будущих потерь от блокады. Экономисты говорят и об убытках, которые уже заметны. Например, в феврале промышленное производство в Украине сократилось более чем на 4%. И это после 5% роста в январе. Об этом в своем твиттере написал известный шведский экономист и дипломат, специалист по экономике Восточной Европы Андерс Аслунд. На фоне сообщения о том, что блокада ставит под угрозу почти 100 тысяч рабочих мест в промышленности, это все-таки серьезный негативный сигнал. Другой негативный сигнал это поезда с углем, которые теперь едут из Донецкой и Луганской областей в Россию. И это тот самый антрацит, который критически важен для украинской энергетики и который теперь придется покупать в Южной Африке или США. Каждые сутки из Украины вывозится в Россию до 10 тысяч тонн антрацита. Только за первые три недели марта границу между Россией и Украиной пересекли свыше 3,5 тысяч вагонов с углем. Кстати, по оценкам экономистов, чтобы закрыть дефицит такого угля в Украине, придется тратить ежегодно около 4 миллиардов гривен. И это еще вполне оптимистический прогноз. В общем, на фоне таких вот долгов Украины, таких экономических потерь особенно интересно узнавать новости о процветающей между Украиной и Россией торговле. Причем такой торговле, которая прибыль приносит России. А вот убытки Украине. Самая большая парусная яхта в мире – белая жемчужина. В длину больше, чем Боинг, в высоту почти как лондонский Биг Бен. 8 палуб, мачты из карбона, бассейны и вертолетные площадки. Стоимость этой роскоши 400 миллионов долларов. В европейской прессе белую жемчужину уже окрестили символом безумного богатства русских олигархов. Ее обладатель – миллиардер Андрей Мельниченко, владелец Еврахима, крупнейшего производителя минеральных удобрений в России. Еще в 2014-м, когда у наших производителей удобрений начались проблемы из-за роста цены на газ, правительство Арсения Яценюка решило закупать карбамид и аммиачную селитру именно у российского Еврахима. Кстати, тогда у Мельниченко яхта была куда проще. Парусник А стоимостью 300 миллионов. Возможно, именно торговля с Украиной помогла ему обновить свой яхт-парк. Ведь теперь российские удобрения составляют более 70% на нашем рынке. Только за прошлый год уже с подачи нынешнего Кабмина мы заплатили Еврахиму 5 миллиардов гривен. И это не контрабанда. Все официально. Это убийство собственной промышленности и собственных производителей. Можете аналог в Украине, купить его в России, стимулировать их производство, это, как минимум, глупо, а максимум, это еще и можно их терпеть на зраду. Не можно залежать от врага в ключевых галузях экономики. Больше всего в союзском хозяйстве. Только потому, что оно на крови, только потому, что игноруются элементарные правила. Элементарные правила поведенки с агрессором. Ну вот в Народном фронте партии Яценюка, который и начал эту торговлю о многомиллиардном бизнесе говорить не хотят. Я знаю про те добры, которые вырабатываются в Украине. Я не експертом в агропромышленном комплексе. Пан Сергей знает все, что касается посадки главы Комитета обороны безопасности. И вряд ли глава Комитета по нацбезопасности и обороны не знает, что Еврахим это еще и крупнейший поставщик селитры для российского Минобороны. Основы для производства пороха. Эти контракты строго засекречены. Однако известно, что основной поставщик новомосковский азот Тульской области. У этого же предприятия Еврахима покупает удобрение Украина. Так почему же украинские чиновники спонсируют производство патронов для российской армии? В Союзе химиков Украины говорят все дело в коррупционных схемах. Каждый вагон удобрения сопровождается какой-то подачкой. Они поставляют сюда удобрение. Налоги платят там, значит, идут налоги на те ту же армию. Это как? С моральной точки зрения. По нашим данным, с каждой тонны российских удобрений, которые ввозят в Украину, наши чиновники получают 20 долларов. А значит, только за прошлый год кто-то в Украине заработал на этой схеме 50 миллионов долларов. А за два месяца этого года Украина увеличила закупки у Еврахима на треть. Кто за этим стоит? И почему пока одни чиновники говорят о блокаде Донбасса, другие успешно лоббируют торговлю с агрессором и оплачивают производство оружия для российской армии? Эти вопросы уже к правоохранительным органам. Еще один вопрос к украинским правоохранительным органам уже традиционный. Таможня. Вспомните, 10 дней назад премьер-министр Украины Владимир Гройсман отчитался о поразительных успехах на Одесской таможне. Всего за 5 дней марта таможенники в Одессе смогли выполнить месячный план по сборам бюджет. И это за счет того, что на эту таможню приехали ревизоры. Одна из специальных групп, созданных по решению Кабмина. Если спецгруппа в Одессе останется, история контрабанде через это направление может стать намного меньше. Но что делать в других регионах страны? Например, на Закарпатье. Там, где у контрабандистов не жизнь, а сказка. Елена Зорина о серых миллиардах, дворцах и обычных людях, у которых нет другой работы, кроме контрабанды. По воздуху, суши и воде. Вы куда шли? Даже на речку. Янтарь, мясо и даже наркотики под видом драгоценностей. А еще сигареты в бензобаке, обшивки грузовиков и вот в кирпичах. И, конечно же, сигаретные блоки на себе. Мают на своем озброенне как и тепловизоры, так и прилады, спостережения, бинокли різноманитные. Бизнес, который отлаживали десятилетиями. А нынешним схемам даже Остап Бендер позавидует. Заходит величезная фура с айфонами на вартостью 1,5 миллиона евро, а выходит, вы не поверите, зеленый грузчик. Кто же крышует контрабандные потоки? Есть ли шанс их остановить? Мы сейчас направляемся в Закарпатскую область, регион, где о контрабанде говорят чуть ли не шепотом, видимо, чтобы не спугнуть. Еще летом сюда грозились отправить так называемые черные сотни мобильной группы для борьбы с этим нелегальным бизнесом. Проверим, что из этого вышло. Село Нижние Ворота. Въезд Закарпатской области. 30 километров от границы с Румынией. Здесь уже почти год следят, чтобы ни один контрабандист не проскочил. Иногда что-то находится, или незаконная перевозка леса. Может быть, какой-то строительный материал, может быть, продукты. Полиция дежурит круглосуточно, и черную сотню якобы видели. Но она, как и Джеймс Бонд, очень секретна. Ну, вы их увидите, но вы просто не будете знать, что это они. Это какой-то супер секретный. Ну, может, не супер секретный, но немножко какой-то секретности. Все же таки есть. Черные сотни – это полная профанация. Мини-кал, что они приходят, один-два дня попрацевали, а потом разом с нашими митниками уже працюют на загальную кассу. Миллиардные убытки государства и навар контрабандистов, которые даже не сосчитать. Губернатор Геннадий Маскаль о схемах знает многое, говорит, до победы над ними еще очень далеко. Ноль целей и ноль десять. Это все, как сказал, один киногерой х** на постном масле. Это граница со Словакией и самая масштабная вырубка прошлого года. На дельянке с длиной приблизительно 3,5 километра и смуга, которая была суцельно вырезана, это от 3 до 5 метров. Ширина этой смуги от 3 до 5 метров. Для того, чтобы вывезти ценные буки, понадобилось около 70 лесовозов. Вырубку вели несколько месяцев, но никто звука бензопил якобы не слышал. По следам видно, что дерева были перемещены на территорию Словаччины. С стороны Украины очень важные подходы. Автомобилам туда доезжать практически неможливо. Но не лесом единым контрабанда под прикрытием и без. Бартак на митнице. Начальника митнице нет. Его отстранили, он на хворее. Кто-то затих, но схема дальше работает, это ни для кого не секрет. Они не могут показать, где есть результат. Граница с Румынией и самый большой улов пограничников в этом году. Сигаретные переносчики и их груз. Левуарочь, к вам. Действуют водолазы-контрабандисты крайне быстро, три минуты, и груз уже в Румынии. Но чтобы переправить его, нужно быть физически подготовленным, ведь каждый ящик это 15 килограмм. На себе несут по два, а то и по четыре ящика. Как правило, они заработают в темный час. Особые, которые совершают перемещение, заработают от 600 гривен до приблизительно до 2000 гривен. Сколько зарабатывают организаторы этого бизнеса, остается догадываться. Понятно, что более чем хорошо, ведь в Европе сигареты раз в пять дороже. Нет! Переносчики в Украине рискуют нарваться разве что на штраф в три с лишним тысячи гривен. Сыновицы! На самую! На самую палы! Держи! Контроль! Руки! Контрабанда здесь не только на хлеб с маслом, но и на крышу, над головой. Причем такую, что киевская кончезаспа покажется скромным дачным поселком. У вас тоже такой здоровый? Нет, у меня маленький. Ну, двухэтажный. А сколько комнат все-таки? Ну, я не помню, что надо посчитать. Первый этаж там около пяти, и на второй там еще шесть. Ну, примерно так. Может, чуть-чуть больше. Село Нижняя Апша в двух километрах от границы с Румынией его называют самым богатым селом в Украине. Одноэтажных домов здесь просто не найти. А некоторые дворцы и замки насчитывают по 60 комнат. Поговаривают, что это настоящая столица контрафактного производства, как в Одессе на Малой Арнаутской. За роскошными домами якобы скрываются подпольные цеха по производству сигарет и продуктов питания. Но местные жители уверяют, это басни. У нас контрафактного нет. В 90-х жители села зарабатывали на переправке за границу спирта. Теперь, мол, все по-другому. Это в Якутии на севере. Это чем вы там занимали? Бизнесом, семечками. Стройка здесь не останавливается. Много времени на то, чтобы заработать на такой дворец, говорят строители, не нужно. Три, два, третий. Из Закарпатия Елена Зурина, Мариана Бурякова, Геннадий Аникенко. Подробности недели телеканал Интер. Сколько времени придется потратить на то, чтобы сделать жизнь в Балаклее снова безопасной и как долго еще ждать обещанного к обминам снижения цен на лекарства? Обсудим все это через 9 минут, сразу после рекламы. Балаклея в огне. Как организована эвакуация целого города и кто оплатит новую жизнь людям, потерявшим все? В ожидании манны лекарственной. Готово ли государство выполнить обещание со второго раза и снизить цены на препараты в аптеках? Не сфальшивить на песенном конкурсе. Успеет ли Киев подготовиться к Евровидению так, чтобы не пришлось краснеть перед Европой? Подробности недели возвращаются в прямой эфир. Две сотни разрушенных домов, тысячи эвакуированных людей. Это результат пожара и последующих взрывов на арт-складах в Балаклее. Огонь воинской части уже погостили, но снаряды разрываются до сих пор. На их обезвреживание нужно время. Сегодня на подмогу спасателям отправили в Харьковскую область оперативников полиции, 35 следователей и еще 30 оперативных работников. Одна из главных задач для них фиксация, в том числе и повреждений домов, чтобы местные жители могли как можно скорее получить компенсацию от государства. Об этом написал в фейсбуке начальник полиции Харьковской области Анатолий Дмитриев. Что происходит в Балаклее сейчас? Вернулись ли люди в свои дома и какой помощи от власти они уже дождались? Обо всем расскажет наш корреспондент Светлана Шекера. Она работала в Балаклее с первого дня трагедии. Сейчас с нами на связи. Света, приветствую. Скажи, что сейчас в городе? Прекратились ли взрывы? И возвращаются ли местные жители в свои дома? Добрый вечер, Алексей. Сегодня на арсенале в Балаклее все еще слышны единичные взрывы. Военные тушили последние два тлеющих очага на арсенале. Саперы продолжают собирать разлетевшиеся снаряды. Таких насобирали около тысячи единиц. Чтобы их ликвидировать, строят специальный полигон и говорят день-два и подорвут. Небо над Балаклеем по-прежнему закрыто. Но уже возобновлено движение по железнодорожной ветке. Сегодня на арсенале побывали американские военные. Они думают, чем они могут помочь своим украинским коллегам. В самой же Балаклее по предварительным подсчетам пять домов разрушены полностью и 240 зданий частично. В городе нет газа, свет дали не всем. Орудуют мародеры. Только двоих сегодня задержала полиция. Но балаклейцы массово возвращаются в свои дома. Вот только что их ждет и кто помогает людям. Об этом в моем сюжете. Под Балаклеем еще время от времени гремят взрывы. А на соседней с арсеналом улице Харьковской уже полным ходом идет ремонт. Чтобы закрыть выбитые окна, пленку и бруски людям выдали бесплатно. Местная власть. По пять кусков на квартиру. Правда, хватило не всем. Ирине и Леониду Ефремовым повезло. Сейчас они убирают жилье. Уже вымели несколько ведер стекол. А вот такой подарочек забрали на память. Вот такой подарок нам прилетел. Ковер прошел. Вот тут лежал. Вот это он его выбил. Смотрите, какая яма. Где-то в этом районе было. И пропалил ковер. У нас тут было. Я не знаю, как оно не загорелось. Супруги Шаповал взрывы пережидали на даче. Сегодня приехали на разведку. Посмотреть, что с квартирой. Вот ты бачите, волна пробыла все. Ветеля залетела. И стекло, и все все вылетело. Бачите, что робится. Ужас, что робится. Оставаться в квартирах, говорят местные жители, пока нельзя. Хотя уже дали воду, но до сих пор нет ни света, ни газа, ни тепла. Вот это часть Балаклея и поселок Нефтяник. Он пострадал от взрывов больше всего. При этом, жалуются жители, помощь до них не доходит. Гуманитарную помощь дают в другой стране Балаклея, где вообще ничего не случилось. Там окна целые, там есть свет, там есть вода, там никто не пострадал. А это 7 километров туда. А почему здесь не давать? Здесь база, вот здесь люди попить хотят сейчас. Я хочу воды выпить, где я ее возьму здесь? В конце концов, людям помогают волонтеры. Они привезли продукты к разрушенной школе у Аллеи Любви. Уставшие люди выстраиваются в длинную очередь. Все они уже через сутки после начала пожара вернулись домой. Потому что нельзя бросить квартиру. Мародеру куча. Несколько часов ожидания, и людям начинают раздавать продукты. Полиция сдерживает желающих. Жители Балаклеи по паспортам получают наборы. Яблоки, колбаса, масло, вафли, хлеб. Ну, немножко постояло, но, в общем-то, организовано все хорошо, нормально. Так что спасибо вам большое. Это для нас хорошая помощь. В это время школьный повар доваривает кашу на полевой кухне. Хорошая каша? Ну, вроде бы ничего. Вроде бы ничего. Наталья Михайловна пришла поесть горячего. Рассказывает, пока рвались снаряды, далеко не уезжали. Всей семьей сидели в машине. На ростовской трассе стояли. Целую ночь. А утром, когда стало видно, стоишь и думаешь, куда же, в какую сторону ехать. Веземи родственники. Хозяйство у нас есть. Далеко заезжать, надо же приехать по комитету. Куда меньше снарядов было, тише было, мы приезжали. Тут же коммунальщики вывозят мусор. Волонтеры охраняют найденные у домов снаряды. К вечеру многие балаклейцы возвращаются ночевать во временные эвакопункты. Вот в этой школе в Савинсах живет полсотни человек. Пенсионерка Алла Степановна показывает свой нехитрый скарб. Кошелек да пачка таблеток. На детской кроватке поместилось все, что успела взять с собой во время эвакуации. На условия не жалуются. Ну, детские, конечно, кровати, но и то нормально. А он сейчас попривозил уже хорошие матрасы. Матрасы от Красного Креста, вода с соседнего завода, а картошку и консервацию принесли селяне. В эвакопункте остаются в основном старики. Ждут родных, которые поехали наведаться в Балаклею. И с надеждой спрашивают, утихли ли взрывы. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности недели телеканал Интер. Харьковская область. И вот только что появилась новость со ссылкой на Юлию Светличную, главу Харьковской областной администрации, по ее словам, разминирование в Балаклее уже завершено. Почему произошел пожар в Балаклее на самом крупном арсенале страны сейчас расследуют. Пока официальная причина диверсия. ЧП в Харьковской области далеко не первое подобное в Украине. Взрывы на арсеналах, к сожалению, стали уже привычным делом. Так, в 2003 году во время сварочных работ загорелись артсклады в Бахмуте. Это бывший Артемовск. Тогда взорвались тысячи снарядов. Разрушения были значительными. Только чудом не погиб никто. Виновные получили по 8 лет тюрьмы. Через год вспыхнул пожар на складе боеприпасов в Новобогдановке. Снаряды разрывались неделю. Осколки разлетались в радиусе 40 километров. Погибли от них 5 человек. Но уроком это не стало. Позже в Новобогдановке еще дважды вспыхивал пожар. Из-за неубранной мусорной свалки загорелись склады и в Харьковской области, в Лозовой. Огонь погасили, а саму воинскую часть вскоре расформировали. Ну и совсем недавний пожар на складе боеприпасов при фронтовом Сватове в 2015 году. Тогда погибли два человека, а сам город ощутимо пострадал. Главной версией случившегося тоже называли диверсию. Еще одна трагедия. Уже сегодняшнего дня недалеко от Краматорска разбился военный вертолет Ми-2. Короткое сообщение об этом появилось на сайте Министерства обороны. Главная версия. Вертолет упал, зацепившись за линию электропередач. По предварительным данным, погибли три члена экипажа и два пассажира. Сейчас проводится расследование. Высокая вероятность диверсии, провокации, а еще разгул преступности. Вот те вызовы, с которыми Украина в мае будет встречать Евровидение. Сейчас, за полтора месяца до конкурса, идет активная подготовка. Правда, происходит все со скандалами и уже традиционными проволочками. Успеют ли организаторы, готовы ли наши правоохранители к туристическому буму и сможет ли Киев достойно принять гостей, решила проверить наша Павлина Василенко. Результаты ее инспекции смотрите далее. В мае 2016-го Евровидение в Киеве казалось далекой перспективой. Но вот до конкурса осталось чуть больше месяца. Открытие Евровидения должно состояться 7 мая, вот тут, в центре Парковой. Там же будет и Евроклуб для закрытых вечеринок. А сам конкурс пройдет на левом берегу в Международном выставочном центре. Евровидение 2017 уже окрестили самым масштабным за последние годы. 43 страны-участницы, более 20 тысяч иностранных туристов и еще 7 тысяч своих. Могло бы быть и больше, но классика жанра. Украина опоздала с рекламой за границей. Очень поздно мы все это делаем, потому что не хватает времени, чтобы все это сделать качественно и на нормальном уровне. То есть, начиная от дороги, мы это видим, и закинчивая безумно промоцией рекламы. На промоцию Евробачения за кордоном нужно 300-350 тысяч евро. У нас этих денег в бюджете не выявилось. В какую копеечку влетит песенный праздник, до сих пор непонятно. Для сравнения, Украина в 2005 году потратила на конкурс 120 миллионов гривен. По тогдашнему курсу это 23 миллиона долларов. В этом году стоимость уже считают в евро. Ну, зараз важно назвать эту сумму, потому что зараз мы на этапе таком, что тендеры уже майже все закинчены, но еще не все. Идут подписания, то есть, зараз важно еще сказать, давайте это на потом залишим. Когда на кону миллиард гривен фактически, ну, фактически, выдатков и доходов, ну, это величезный куш, величезный пирог. И сейчас важность конкурса склада 890 миллионов гривен. Это более 30 миллионов евро. Само Евровидение 2017 традиционно началось с проволочек и скандалов. Сперва три месяца определялись с принимающим городом. И с приличным опозданием в сентябре решили, конкурс будет в Киеве. Потом долго спорили из-за логотипа. Он понравился не всем. А в феврале на полпути к событию часть команды организаторов ушла из-за кадровых и рабочих разногласий. Еще не побудована арена, не побудованы трибуны. Как можно продавать квитки, не имея схемы трибуны, подрядника на трибуны. Но сейчас новая команда заявляет все идет по плану. Собирать трибуны и сцену планируют с 8 апреля. Закончить к 1 мая. Это первый павильон МВЦ. Здесь будут находиться зоны официальных делегаций и пресс-центр. Пока вы еще видите, что здесь демонтируются предыдущие выставки, кстати, второй и третий павильон МВЦ в таком же состоянии. Пока единственное, что напоминает о празднике песни, это баннер с логотипом Евровидения и слоганом на английском. Все начинается в Киеве. А вот с чего начинается Киев для туристов. Сперва аэропорт, Борисполе-Лекиев, потом иностранцы попадут на традиционный аттракцион, киевские горки, с ветерком проедутся по нашим дорогам. Самые смелые могут это сделать в маршрутке. Кому не хватит духу, спустятся в метро. Станцию Левобережная, кстати, как раз ремонтируют. Там даже мафы убрали и установили антивандальные двери и видеокамеры. До Евробачения будет установлено 8 тысяч. Вон европейского зороска установлено, они уже признают обличчя и номерные знаки автомобиля. А для беспокойства причины есть, говорят эксперты. Ведь Евровидение это приманка для преступников. Хотя в стране и так разгул криминала. Количество краж даже превысило статистику 90-х. К тому же, первый полуфинал конкурса пройдет как раз 9 мая, когда возможны провокации, без которых уже несколько лет не обходится этот день. Смогут ли правоохранители обеспечить безопасность гостям? У меня есть по этому поводу сомнения, что ну во-первых, квалификация достойная того, чтобы противостоять всем вызовам, которые есть. С другой стороны, ну действительно, время очень тяжелое. В стране идет война, как бы мы ее называли, на три буквы. в стране очень много незарегистрированного оружия. Евровидение для Украины неплохой шанс для саморекламы за границей. Вот только, как показывает практика, у нас такие шансы благополучно упускают. А вместо подготовки делят деньги и должности, как это было в 2005-м или в 2012-м. Павлина Василенко, Богдан Гербицкий, Юрий Романюк, Василий Миновщуков. Подробности недели. Телеканал Интер. Но пока самый большой скандал Евровидения 2017-ть это все-таки участие, точнее, уже не участие в нем России. На этой неделе Служба безопасности Украины окончательно решила, Юлия Самойлова не имеет права въезжать в Украину. И причин для пересмотра такого решения нет. Ведь закон един для всех, а его Самойлова нарушила. Певица выступила в 2015-м году в аннексированном Крыму. В России решения МСБУ понятно возмутились. Начали спекулировать на теме ограниченных возможностей Юлии и заявили, что вообще будут бойкотировать конкурс. В Европейском вещательном союзе, который организовывает конкурс, хоть и говорили, что примут любое решение украинской власти, заявили, что этим решением разочарованы и даже предложили выступить Самойловой по видеосвязи. Но в России от такого варианта отказались. Сегодня в самой России в почти 100 городах состоялись протесты против коррупции. Больше всего собралось народу в Москве около 10 тысяч человек. Полиция и спецназ задержали сотни активистов, в том числе и организатора акции Алексея Навального, а заодно и всех сотрудников из его офиса. Поводом для протестов стало расследование фонда Навального под названием «Тайная империя Дмитрия Медведева». Неспокойно и в соседней Беларуси. Там люди уже месяц выходят на митинги против так называемого налога на дармоедов. Это почти официальное название налога для безработных. Но последние два дня там особенно жарко. Вчера люди вышли на улицы в День Воли, праздник восстановления белорусской независимости. А сегодня в Минске задержали десятки активистов, которые требовали отпустить арестованных накануне. Правозащитники говорят, что всего задержанных не менее 600 человек. ЕС и США уже осудили действия белорусских властей против демонстрантов и потребовали их немедленного освобождения. На этой неделе впервые за долгое время началось освобождение Львова от тонн мусора. Городским и областным властям наконец удалось договориться. Три полигона согласились принять отходы. Но несмотря на послабление мусорной блокады под Андреем Садовым ощутимо качнулось морское кресло. Градоначальник даже готовился к возможному аресту. За мусорно-политическим перипетиями всю неделю следила Галина Якушко. Объявления в городе блокадного положения. По домам хотят распустить учеников 60 школ. Взрывоопасные заявления мэра. В Чернобыльской зоне сделать резервный полигон для края. И мусорно-политический перформанс. В начале недели мусор едва не поглотил весь город. Исторический Львов постепенно превращался в средневековый. Это комахи, мухи, грызуны. Мы все равно проводим заходы с диротизацией, но результат этого не дает. Пока эти мусорные майданчики не будут промытыми. Из-за мусорных завалов и антисанитарии власти даже собирались адменить занятия в школах. Заговорили даже о чрезвычайном положении. Я уже своим родным всем визу срубил. Мы будем поезжать вообще за кордон. Хочете ехать? Сейчас вся холера расповсюдится разом с теплом, расповсюдится инфекция и с первыми витрами разносится по целому городу. Лабиринты мусорных завалов загнали львовского мэра в тупик. Чтобы выбраться из него Андрей Садовой был готов на отчаянный шаг. В духе сталкера предложил ввести львовские отходы в Чернобыль и даже готов был спонсировать путешествия. Моя пропозиция очень простая. В чернобыльской зоне сделать резервный полигон для страны, который должен быть на экстремальном случае. Я готов это спефинансировать. Правда, уже в четверг от своих слов Андрей Садовой отказался. Мол, погорячился, да и журналисты его не так поняли. Но чернобыльская идея львовского мэра уже пошла в народ и вызвала волну возмущения. Но Львову таки протянули вполне земную руку помощи. Областная власть. Принять отходы согласились три полигона во Львовской области, какие именно держат в строгом секрете. Боятся, чтобы на местах не начались народные антимусорные восстания. А что же сам город? Исчезли или нет баррикады с душком со львовских улиц? Почистить весь город от мусора за семь дней пообещали областные власти. Посмотрим, как идут дела с вывозом. С инспекцией направляемся в наиболее грязные львовские места. Улица Боберского. Процесс уже пошел. Мусор загрузили в огромные металлические контейнеры, но убрать все пока не удалось. Отходов здесь очень много. А такой была улица Повитряна. Совпадение или нет, но в местах, где мы снимали, мусор начали вывозить. А вот в нескольких десятках метров по всему району мусорники остались нетронутыми. Знаете, у нас, например, бля церкви трошки расчистили, набагато меньше стало смятя. Но тут я еду, довкола ехали машиной Божей, смятя валом. Еще не видно такой взрыв, до Пасхи мы еще не готовы. Город от мусора потихоньку освобождают. В мэрии говорят, сейчас ведут переговоры еще шестью городами. Возможно, они согласятся принять отходы. Львову удалось вкотре послабить блокадный зашморх. Ослабить, но не снять. Ведь мусорные завалы нависли не только над городом, но и над политической карьерой Андрея Садового. Гуляй поле в зоне АТО створила политическая сила, которую мы считали демократичной, либеральной и реформаторской. Взяли и сделали нечестно, непорядно по отношению к стране. На этой неделе Марское кресто качнулось очень ощутимо. Садовый даже к аресту готовился, о чем заявил на опережение. Ведь генпрокурор сообщил, что по делу о пожаре в Грибовичах обвинения могут предъявить и городским высшим чиновникам. Четко передал месседж будешь себя плохо поводить и мы тебя посадим. Вот и все. Я так это тем временем само судебное следствие по трагедии в Грибовичах идет с большим скрипом. По делу с Быронки собрать всех участников процесса никак не удается. Первое судебное заседание закончилось с нулевым результатом его отложений, чтобы не рассматривать в темную. А вот слушание по делу Юрия Гольца возможного виновника пожара в Грибовичах как раз отыграли в темную. Заседание прошло на час раньше без прессы и камер. Чтобы прекратить игры в судебные жмурки дело по трагедии на Грибовицкой свалке могут передать в другую область. Тем временем сам Садовый готовится к судебному процессу уже против себя. Галина Якушко Юрий Голубинко Подробности недели телеканал Интер Львов. Но все-таки со скрипом вывозится мусор из-за Львова. Вот несколько часов назад появились новости о том, что жители одного из сел во Львовской области перекрыли дорогу шинами, протестуя против свалки на их территории. Вообще периодически появляются новости, что городским властям удалось найти инвестора для переработки мусора. Вот только деталей о том, где именно может быть расположен такой мусороперерабатывающий объект, все еще никаких не озвучивалось. Нет деталей о том, заработает ли все-таки давно обещанная чиновниками система для снижения цен на лекарства. Вспомните, еще в прошлом году впервые заговорили о том, что украинская власть может все-таки побороть явно завышенные цены на ряд препаратов, которые в соседних с Украиной странах стоят иногда в разы дешевле. Сначала обещали новые цены с нового года, потом планы изменились и последняя обещанная дата 1 апреля, тот день, после которого украинцы уже должны заметить перемены. Заметят, узнавала Елена Митясова. В аптеку только за необходимым. Врачу, когда припечет, так живут миллионы украинцев. И не потому, что безразличны к своему здоровью. Многим лечиться попросту не за что. У нас щероху майже 500 тысяч громадян помирают от сердцево-судинных захворюваний. И смертность от сердцево-судинных захворюваний в 6 раз выше, чем для сравнения у Франции. Люди от сердцево-судинных захворюваний уже давным-давно не помирают в цивилизованном свете. А еще от гипертонии и диабета. Хотя с этими недугами, если их контролировать и регулярно принимать лекарства, можно прожить до глубокой старости. Так, ну что, вот несу аппарат графики и таблетки. Сейчас сяду, буду мерять давление. Мне сказали мерить в три раза и выводить в средний. Полтора года назад Александр Никитич перенес инфаркт. Теперь вынужден постоянно контролировать свое давление. Измеряет его трижды в день и обязательно принимает таблетки по часам. Таблетки в принципе это уже пожизненные. В среднем мне где-то вот это я на месяц покупаю, мне где-то вытекают 450 гривен. Потому что одни таблетки вот 132 гривны, в другие 40 и еще одни есть по 70. Для пенсионера такая сумма слишком высокая. Одна надежда на референтные цены и реимбурсацию, говорит Александр Никитич. Не зря же чиновники так громко это обещали. Сперва с 1 февраля а теперь с 1 апреля. Мол препараты для сердечников гипертоников, диабетиков и астматиков по рецепту врача аптеки будут отпускать бесплатно или с минимальной доплатой. Реимбурсация компенсация государством денежных средств аптечным сетям за отпущенные населению лекарства по государственным программам. Мы хотим создавать две системы. Первая это чтобы цены в Украине были справедливыми и честными. А это означает, что в два раза дешевше. И вторая позиция это хронично заболеваем сердечно-судинные заболевания диабетического типа и астма отшкодировать вартость леков которые нужны этим людям для поддержки своего жизни. Это наша ответственность чтобы мы государственные деньги использовали как наиболее рационально и и важливейшее чтобы будет уменьшение смертности и ускладнение у наследок хвороб. Цены на лекарства при этом должны соответствовать средней стоимости аналогичных препаратов в пяти европейских странах Польши, Латвии, Словакии, Венгрии и Чехии. У соседей они оказываются в разы дешевле. Почему у нас дороже и кто зарабатывает на здоровье украинцев? Схема наживы на больных проста и банальна. Условно вот завод в Германии за доллар он продает свое лекарство дистрибьютору. Последний перепродает купленный препарат за 10 офшорной компании. Та по цепочке следующему дистрибьютору уже за 20 долларов. В итоге украинская компания покупает лекарства за 50 долларов. А потом при пересечении границы на законных основаниях накидывают сверхцены 5%, 10% за хранение возьмут склады и 15 аптеки. В итоге стоимость препарата с доллара выросла до 70. Можно предположить, что чиновники решили убрать из цепочки офшорные компании и договориться с дистрибьюторами закупать лекарства для Украины на более лояльных условиях. Пациенты в ожидании эксперты в надежде. Ведь если система референтного ценообразования реимбурсации заработать, нация станет здоровее. У многих появится мотивация пойти к врачу за рецептом, обследоваться и получить бесплатное лекарство. Будут исключены и спекуляции докторов. У нас на рынке и продаются, и врачом навязываются препараты, которые с недоказанной эффективностью, которых очень часто нет в международных протоколах. Препараты, которые сегодня в системе реимбурсации, можно лечить заболевание. Государство не должно платить за то, что не приносит клинического и терапевтического эффекта, не предотвращает болезнь или не лечит эту болезнь. И вот до времени чем меньше недели, но оказывается, до сих пор механизм референтного ценообразования реимбурсации не разработан, даже не создан реестр оптово-отпускных цен, по которому и должны работать аптеки. Инициатива дешевых лекарств забуксовала по всем направлениям. В больницах отсутствует реестр пациентов, а без него реимбурсация невозможна. Нет и утвержденного Минздравом типового договора между участниками программы. Нема також списка распорядников бюджетных коштей. Тобто, например, сегодня в регионе аптечный заклад еще пока не знает, до кого ему идти, чтобы укласти договор про те, кто будет потом компенсовывать эти кости за лекарские засобы, которые будут отпущены нашим гражданам. С 1 квитня при всем желании аптек выполнить эту программу они не в змозе. Даже если министерство в экстренном порядке нагонит упущенное, говорят фармацевты, к 1 апреля программа заработать все равно не успеет. Аптекам как минимум понадобится еще 10 дней, чтобы закупить препараты. Время займет и доставка. Но в Минздраве настроены оптимистично. на официальном сайте сообщают все идет по плану и в конце многообещающая приписка. Реестр лекарств и адреса аптек появятся со временем. Елена Митясова, Никита Исайко, подробности недели, телеканал Интер. Ну что ж, чиновники, похоже, снова не готовы. Почему? И когда все-таки могут быть готовы, обсудим с Ириной Сысоенко, замглавы парламентского комитета по здравоохранению. Приветствую вас, Ирина. Добрый вечер. Ира, что происходит? Почему эту давно уже обещанную систему, я настаиваю на том, что еще раз повторю, давно обещанную, никак не могут запустить? Ну, по-перше, хочу сказать, что сама суть инициативы уряду про отшкодование повной або частковой вартости лікарских засобов, вона надзвичайно важлива. Але, чи станет эта инициатива добром для людей, будет, зрозуміло, лише за умови эффективной реализации механизма цієї державної програми. Чи дойде каждая копийка из этих 500 миллионов, что выделены сейчас в государственном бюджете, до каждого пациента, хворого на гипертонию, на цукровый диабет, и астму? Мы с вами только что внимательно смотрели сюжет. Вы говорите о реализации, а мы же увидели, что и в подготовке, подготовка даже хромает. Вопрос такой, а кто должен за это ответить? Вот обещание было от Минздрава и от Кабинета Министров, но результата нет. Это полная ответственность уряду, потому что самая постанова Кабинета Министров Украины в березне месяце был уже принятый порядок отшкодирования вартости лекарственных средств, но с рассчитыванием того, что это произошло в березне месяце, поэтому этот механизм должен проводиться в его реализации лишь с 1 квутня. Но в тот же час, когда я также ознакомилась с этим механизмом, с этим порядком, то также есть много вопросов. Какие самые? Какие самые важливые? Питание сейчас в том, что все регионы Украины, все области почти в равном количестве получат эти деньги от тех 500 миллионов, которые выделены. Но население там в общем-то отличается. Но в тот же час в каждой области есть свои особенности по количеству людей, хворих на цукровый диабет, на астму, на гипертонию. И сегодня нет регистра хворих на эти нозологии, соответственно сегодня мы не можем вирно сформировать даже выдатки на области для того, чтобы покрыть реальную потребу для людей. Это первое. И кажется, что ждать и ждать еще этого обещанного кабинного улучшения людям и другого. Также важливым вопросом, что не предъявлено в действительном механизме, это нет контроля за гражданского бюджета. То есть нет электронного документа обея между лекарем, аптечным закладом и распорядником бюджетных денег. И мы не знаем, когда, например, особа будет проходить к аптеке и в ней будет несколько рецептов, за которыми она должна быть леком. на каком этапе врачи еще жалуются, что им лечить нечем. Ну, первое, я хочу сказать, что это уже нет, в международной закупивлі уже превратилась в політичную борьбу. И мы постоянно бачим из всех телеканалов про то, что это постоянно предметом для дискуссий уже почти всех політичных сил. И, на жаль, как результат, что пациенты стало добром. И, если добром, то в какой мере? Что, в конце концов, достали пациентов. Чуткой ответ на это вопрос ни в кого, на жаль, нет. Ответ есть у Ульяны Супрун. Она считает, что борьба с коррупцией идет успешно. Кстати, появились новости о том, что ее могут в ближайшее время все-таки утвердить на посту министра. Она сейчас все-таки исполняющая обязанности. У парламента хватит голосов на это? Как вы считаете? Короткий прогноз. На заседании под час годины уряда в эту пятницу это было черговой вымогой от представителей опозиции до премьер-министра Украины. И это будет зависеть от того, насколько есть единность в коалиции. И действительно премьер-министр разом с президентом Украины, который рекомендовал премьер-министру призначения Ульяны Супрун, что могут они забезпечивать в Раде необходимую деятельность голосов. Посмотрим, посмотрим. Спасибо за ответ. Ирина Сосоенко, заместитель главы Комитета Верховной Рады по здравоохранению была гостью подробностей недели. Мне осталось, Ира, только поблагодарить вас за этот разговор моих коллег-авторов подробностей недели. Поблагодарить за работу, в эфир. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. До новых встреч.